Всем привет, друзья! С вами снова Денис Кухта. И сегодня с Димой и Сандрой мы выбрались в потрясающий старый городок, который называется Равинь, возле Порича, это 30 километров от Порича. Сейчас погуляем, все посмотрим. Сегодня я буду себя мало показывать, а больше буду показывать город. И я думаю, что скоро начнется ливень и ураган, поэтому надо быстро все заснять и вам все показать. Сегодня у меня за оператора Дима. Дима меня снимает. Мы сейчас погуляем, пойдем на набережную, пойдем к воде, посмотрим, как там. Сейчас мы гуляем по центральной улице, где расположены все магазинчики этого городка, Равинь. Мы сюда добирались 50 минут от Порича, где-то 30-35 километров. Это расстояние было, и вы видите, людей немало, потому что сегодня погода не очень хорошая, и большинство все пошли в город гулять. Теперь уже я снимаю. Сегодня я буду показывать потрясающий старый древний город, Равинь, который расположился на берегу Адриатики. И здесь гулять, друзья, одно удовольствие. Я здесь был последний раз два года назад, и меня впечатлила архитектура. Вот эти красивые разноцветные дома. И, конечно же, здесь потрясающая набережная, куда мы сейчас и направимся. Дима с Андрой тоже гуляют. Мы приехали троем, потому что папа с мамой остались на хозяйстве с Рокки. И сейчас немножко прогуляемся и посмотрим, что здесь происходит в этом красивом, сказочном городке Равинь. Посмотрите, друзья, какое небо. Вы видите, это означает, что скоро будет очень сильный дождь. Поэтому я надеюсь, что мы успеем погулять. Дима что-то с Андрой ищут. Красивые дома, конечно, красивая архитектура. Такая итальянская, венецианская архитектура везде присутствует. И мы сейчас пойдем на набережную. Я уверен, что многие из вас, я уверен, что многие из моих подписчиков были здесь, гуляли здесь. Возможно, даже останавливались на ночевку. Я сюда приезжаю только погулять. Я сюда приезжаю только погулять. Первый раз я сюда попал еще лет 10 назад с экскурсией попал. Экскурсия была с Порича. И мне настолько понравился этот городок, что я в него влюбился. И периодически приезжаю сюда на пару часиков погулять, что-то поесть, отдохнуть. Поесть также мороженое. Потому что здесь очень-очень красиво. Посмотрите, какая открывается здесь красота на центральную церковь, на ее башню. И наша цель подняться вот туда наверх. Вот туда наверх. Не знаю, получится или нет, но очень бы хотелось туда попасть. Какая красота. Какой древний старый город. Здесь у нас детские площадки. Ну и дети. Дети, дети, дети. Впереди уже море. Мы сейчас посмотрим, как здесь это выглядит. Потому что здесь я уже не был два года. Но мне настолько здесь нравится гулять по набережной и подниматься наверх к церкви. Потому что с левой стороны вы сейчас увидите потрясающее место. Смотрите, друзья. Я просто в шоке. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота. Просто дома стоят в море. Дома стоят в море. Вот эти парусники. Вау. Круто. Здесь еще надо, Александр? Вы только посмотрите, какая красота. Я специально сегодня взял стабилизатор и опять снимаю на телефон. Потому что только на телефоне можно передать вот эту всю красоту при помощи стабилизатора. Как красиво. Как красиво. Вот оно море. Вот она Адриатика, друзья. И здесь такой вот красивый парусник стоит. Такая вот красота. Такая вот красота. Такая вот красота. Здесь местный базарчик. Здесь местный базар. Мы сейчас пройдемся через базар и будем подниматься наверх, наверх. Кстати, Дима там уже был, вот в этом куполе наверху. Рассказывал, что потрясающий вид открывается вот в этой башне, да, наверх. Но мы посмотрим. Не знали, мы будем туда подниматься сейчас или нет. Но пока наша цель дойти просто до церкви наверх, потому что сейчас жарко. И, возможно, будет дождь или точно будет дождь, если вот посмотреть вот за Сандрой огромная черная туча. И, наверное, да, наверное, будет дождик, ладно? Пошли, поправляемся. Местный рынок. Местный рынок. При этом не стоит забывать, что нужно придерживаться дистанции. Везде продаются разные сувениры, лаванда. Кстати, Сандра покупает такую лаванду постоянно. И запах потрясающий. В спальню или в шкаф можно. Здесь продают мед, оливковое масло, вся такая домашняя хорватская продукция. И здесь даже больше людей, чем в Корыче. Больше людей, чем в Корыче. Мы будем подниматься сейчас наверх. И будем проходить очень красивые узенькие-узенькие улицы. Которые я вам сейчас тоже покажу. Здесь весело, да, здесь весело, здесь классно. И очень-очень скользко. Если пойдет дождь, здесь надо быть осторожным, потому что вы видите камни везде. И тут камни, и очень скользко, когда идет дождь. Улица называется Владимира Свальбер. Какой-то местный герой. Смотрите, какие улицы. Какая красота. Вот эта улица мне больше всего нравится. Здесь очень классно прогуляться. Посмотрите, химичные места. Спасибо. Какие вот старые-старые ставни. Посмотрите, все такое древнее, старое. От этого этот городок становится еще красивее. Что-то у него такое есть, да? Есть душа. И сюда хочется постоянно возвращаться. Также старые постройки, 16-15-х веков. Ну и вся эта толпа, все идут к церкви, к центральной церкви, которая находится на холме. И оттуда открывается лучший вид на море. И на город так же. Да, вы только посмотрите. Везде продается оливковое масло. Это традиционный продукт хорватов. Это оливковое масло. Много разных магазинчиков, сувенирных лавочек. Здесь вы найдете на любой вкус все, что вам необходимо, любой сувенир. Ну и, конечно, потрясающая древняя, старая архитектура. Было их времен. И если подумать, сколько здесь всего произошло. Сколько по этим дорогам ходило народу. Что здесь происходило. Это, конечно, очень-очень интересно. Все смотрят направо, потому что там, наверное, красивый вид открывается. И это так. Вот здесь сидит женщина, продает свои какие-то платья. И вот такой вид. Вот такой вид, друзья. Ну и оригинальный велосипед здесь. Сандра делает фотографии. Я снимаю видео. Мы поделились. Наша команда поделилась. Да, интересно. Здесь из бумаги вырезает ваш силуэт. Видите, да? Да, здесь гулять, конечно, одно удовольствие и сюда приехать. Просто прогуляться. Не знаю, насколько здесь хороший пляж, но вот эти прогулочки по вот этим старым узким улицам – это что-то нечто. Здесь настолько мне нравится, что я не знаю. Посмотрите, посмотрите, как круто это все выглядит. Там где-то Дима с Андрой. Так, ну что, я спрячусь от Димы и Сандры. Они сейчас будут проходить. Я нападу на них. Посмотрите, какие старые таблички. Диетро Костелло. Костелло – это, наверное, будет какой-то замок. А Дима с Андрой уже прошли и меня не увидели. А, нет, увидели. Здесь можно потеряться. Помните, да, друзья, фильм «Бриллиантовая рука»? Там, как они гуляли по таким улицам узеньким. И вот это мне напоминает здесь фильм «Бриллиантовая рука». Очень сильно напоминает фильм. Сегодня я буду себя мало показывать. Наверное, уже не буду вообще показывать. Или, может, еще покажу, не знаю. Но я хочу вам показать, друзья, вот эти улицы. Вот настоящую Хорватию. Древнюю, красивую Хорватию. Город Равинь. И сейчас будем подниматься наверх. Главное, Диму и Сандра не потерять. Девен, сад. Вот вы видите, как парню повезло на такой тачанке. Или это девочка, без понятия. Но ребенку повезло. Отец тащит наверх. Отец тащит наверх. Вот здесь уже открывается... Здесь ветер. Здесь открываются первые виды. Первые красивые виды на море. Посмотрите, какая красота здесь. Посмотрите, какая красота. Яхты красивые. А мы все выше, выше и выше поднимаемся. Мы все выше и выше поднимаемся. Поднимаемся вот туда, к самой высокой точке городка Равинь. К центральной церкви. Я бы сказал, собору. И осталось совсем немножко, совсем чуть-чуть. Но подниматься тяжело, да. Подниматься тяжело еще. Жарко. И сейчас лучше бы, конечно, покупаться. Но собачкам все равно. Они гуляют, бегают себе. Посмотрите, друзья. Мы уже поднялись наверх. И поднялись к церкви Святой Эфемии 18 века. Но на этом месте уже в 10 веке стояла церковь. Вот эта башня, куда также можно подняться наверх. Не знаю, будут у нас силы или нет. Мы сейчас здесь погуляем, все посмотрим. И отсюда открывается вид. Отсюда открывается вид также на море. Это самая высокая точка этого города Равинь. И вот здесь, если посмотреть, везде море. Везде море, море, море. Вот такая вот красота, друзья. Вот такая красота. Католическая церковь 18 века. И я сейчас направлюсь внутрь и покажу, как выглядит это все изнутри. Вот так это все выглядит изнутри. Такая вот красота. Вход бесплатный. И, наверное, будет здесь венчание. Или уже было венчание. Посмотрите, как красиво. Посмотрите, как красиво. Очень красивая церковь. Люди ставят свечи. Да, я думаю, здесь повенчаться было бы очень-очень классно. Осталось найти только невесту. Осталось найти только невесту. Катеринка. Осталось найти еще раз. også насчет свечи. Посмотрим, есть здесь место присесть выпить кофе, только на солнце наверно, да? А, вот, Дима, Хеллингс. Давай с зоны, да, засмойте. Сейчас выпьем кофе, отдохнем и потом направимся в центр уже обедать. Пойдем куда-то ресторанчик. Так, какой здесь вид красивый, просто потрясающе сидишь и любуйся этим видом, как сидит Сандра в кафе и вот такой вот вид, друзья. Очень-очень красиво, конечно. Сидим, ждем. Дима заказал Сандрой коктейли, безалкогольные коктейли. Я заказал Айс Кафе и любуемся этим пейзажем. Вот, если посмотреть, покажи, Дима, какая красота за Сандрой находится. Какое море, как красиво это все. Очень много парусников, очень много парусников. И мы решили в этот раз уже не подниматься наверх в башню. Решили присесть, выпить кофеек, выпить коктейльчики, отдохнуть классно. Потому что так и так жарко, в башню подниматься опасно, потому что очень узкие ступеньки сейчас этой эпидемии лучше держаться на дистанции, держать дистанцию с людьми. Мы сейчас здесь посидим, отдохнем, пойдем в город еще погуляем и после этого еще направимся где-то поесть. Может даже в пиццерию, даже не знаю куда. Дима и Сандра здесь уже были раза 3-4, я был сколько, тоже где-то раза 3. И сюда я приезжал первый раз с экскурсиями. Классные места. Хочется, чтобы день не заканчивался, хочется, чтобы день продолжался еще. Потому что погода потрясающая, 26 градусов. Все классно. Меня там видно хорошо? Оператор. Дима сегодня за оператора. Короче, меня часто спрашивают подписчики, кто же мой оператор. Я всегда отвечаю, кто рядом со мной, тот и мой оператор. Или это Дима, или это кто-то знакомый, кто со мной сейчас находится. Поэтому у меня операторы меняются. А главный герой Денис Кухта остается. Классно. Ладно, будем ждать, будем ждать. Айс кафе. Покажу вам еще айс кафе. Тропик. Флорида. Он фигник айс кафе. Супер, спасибо. Спасибо. Видите, друзья. Я заказал себе айс кафе. Дима заказал себе коктейль из алкогольный. Называется Тропик. А Сандра заказала Флорида. Тоже. Он и алкоголь. Видите, друзья, какие мы молодцы. Все без алкоголя. Все без алкоголя. Здоровый образ жизни. И это очень хорошо. Сейчас буду пробовать. Айс кафе с таким потрясающим видом, друзья. С таким потрясающим видом на море, на яхты, на парусники. Очень красиво. Очень-очень красиво. Я уже сейчас знаю, когда я буду монтировать это видео. Я буду скучать по этим местам. И буду ждать опять, когда я сюда приеду. Вот здесь. Настоящий отпуск, настоящий отдых. А когда отдых со своими родными и близкими, это вздвойне приятнее. Айс кафе вкусный. Холоденький такой. Сладенький. Ну и, наверное, даже есть мороженое. Какое-то ванильное мороженое, думаю. Друзья, да, здесь есть еще мороженое. Друзья, отдыхать не работать. Отдыхать не работать. Вкусное ванильное мороженое. Вкуснятина? Вкуснятина. Вкуснятина, друзья. Ладно, мы сейчас немножко насладимся красивым видом и направимся назад в старый город. Вкуснятина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сразу выходишь к воде... Можно сразу плавать... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...